Здравствуйте, друзья! Сегодня для канала Бадук-1 мы записываем очередное видео на русском языке, разборы партий профессионалов. И сегодня я хотел бы показать вам партию, сыгранную на днях в японском турнире Санкей. Партия между Санодой Юичи, 9-й профессиональный дам, и Артёмом Кочановским. Это была пока главная сенсация турнира. Артём, выиграв три партии подряд, попал в главную часть турнира. В первом туре был обыгран Хасияма Шизо, 7-й профессиональный дам, причем довольно легко получилось. Без проблем Артём победил. Во втором туре его соперником был 3-й профессиональный дам из конца Кин, молодой парень. Тут у Артёма уже были проблемы. Партия была гораздо сложнее. Артём отставал, но смог обострить, смог запутать соперника. Победил в упорной борьбе. И решающая партия за выход в финальный этап против известного 9-го дана Санода Юичи. Один из сильнейших мастеров конца Кин, человек, который не владел никогда титулами, но 4 раза боролся за титулы. Три раза был претендентом на титул Тенген, но, к сожалению, не смог ни разу выиграть. А так он запомнился своим необычным стилем игры. Если вы знаете такого мастера, как Токемия Масаки, с его космическим го, то Санода Юичи это что-то похожее, может быть даже еще более космический стиль. То есть человек, который совсем не уделяет внимания получению территории в начале партии. И в демонстрации его стиля, перед тем, что мы посмотрим партию Артема, я покажу вам два фрагмента из партии Саноды, просто чтобы вы представляли, что это за мастер и как он играет. Первый пример. Санода против Чочи Куна, в то время номер один в японском Го. Санода играл черными. И здесь, вместо стандартных распространений, черные сыграли вот такой ход. Вот. Кроме Саноды, никто так никогда не играл. Ни до этой партии, ни после. В чем идея? Черные считают, что у них здесь плотность и пытаются играть подальше от своей плотности. Обычно же мы играем через три пункта, а черные готовы отдать белым очки слева, взамен построить влияние. То есть дальше, если белые играют где-то на этой стороне, белые здесь не умрут, но черные построят стенку. И в партии еще немножко посмотрим. Было так. Все ходы в космическом стиле. То есть это типичное развитие для Саноды Ючи. Так. Второй примерчик. Санода против Кабояси Койчи. Два игрока с противоположным стилем игры. Санода, играющий на влияние. И Кабояси Койчи, один из самых известных японских мастеров современных. Пока ноль ходов сыгранных на территорию. У черных очков нет совсем. Снизу возможно вторжение. Кстати, если мы сравним стиль игры с Санодой Артема, там есть на самом деле что-то общее. Что Артем тоже обычно играет нежадно, предпочитает играть надежно. И сам я несколько раз ему проигрывал, получая приличный перевес, как мне казалось. Приличный перевес по очкам, расслаблялся, не смог его удержать до конца партии. Имея крепкую позицию, потом можно это как-то конвертировать в очки в конце партии. И что было здесь? Игравший черный Мессонода, вместо того, чтобы защищать углы, например, сыграть Р3 или сыграть Кейму наверху, сыграл вот так и построил здесь стенку через всю доску. Очков у черных нет, но позиция очень мощная. И сам я люблю смотреть партии Саноды, считаю его одним из самых зрелищных мастеров. Очень много у него необычных решений в Фусеке. Много Джосея, который он изобрел самостоятельно. И в партии с Артемом Санода применил новинку. Очень необычный был ход. Смотреть. Итак, кубок Санкей. Третий тур. Решающая партия за выход из отборочного этапа в главный этап. Черный Мессонода. Белый Мертьем Коченовский. Первый Дан. По версии Европейской Федерации Го из Украины. Два Токамоку. Из современных мастеров так не играет никто. Только Санода. То есть Камень Токамоку, он вообще вышел из моды на влияние играть. Конечно, можно сказать, что становится модно играть на влияние на фоне появления компьютерных программ, которые играют, которые придут большое значение центру. Таких как Альфа Го, как Зен. Но профессионалы, ведущие профессионалы по-прежнему предпочитают в Фусеке брать очки. Я не встречал Камень Токамоку последние годы. У Ток Профи. А здесь сразу два Токамоку. Артем играет два Хаси. Артем в Фусеке играет обычно вполне стандартные вещи. Я бы не сказал, что особо изобретательно. Предпочитает получить крепкую, надежную позицию. Пусть даже будет немножко не хватать очков. Так, чтобы в дальнейшем за счет плотной позиции эти очки набрать. И дальше много разных вторжений здесь возможно. Если выбирать что-то максимально простое, то есть такой способ игры. Белые здесь легко стабилизируются. Мирно. В принципе, от Артема можно было ожидать такой стратегии. А в партии здесь Артем выбрал самый жадный ход. Было сыграно здесь. Обычно белые играют этот ход, когда хотят двигаться по верхней стороне. Если бы у черных распространение было таким, то тогда ход Сан Сан выглядит весьма привлекательно. Дальше черные, естественно, сыграли Кейму. Слева черным хочется забрать очки. И тут существует два Джасеки. Черные могут играть Хане, черные могут удлиняться. Чтобы играть Хане, хорошо бы здесь иметь выгодную лесенку. Давайте ее сразу посмотрим. Если белые режут, можно, начиная с Атари, получить вот такую форму. Если лесенка работает, то у черных все неплохо. Если лесенка не работает, то тоже, конечно, не катастрофа. Черные вполне могут уйти на такой вариант. Можно здесь бороться. Дальше белые либо надежно, но в год защищают угол в А. Либо, если хотят перехватить Санта, делают такой обмен. И вот что получается. Это у нас Джасеки. В партии позиция примерно равная, слева у черных форма идеальная, наверху тоже все в полном порядке, с камнем токамоку в правом верхнем углу вполне сочетается, то есть это вполне нормальный сценарий за черных. Белая группа под атакой, можно в дальнейшем на атаке набрать какие-то очки снаружи. А в партии белые не стали резать, может быть белым не понравился прошлый вариант. Но то, как здесь сыграл Артем, мы обычно используем этот ход только для особых случаев. То есть это как раз тот случай, когда у черных есть какой-то камень наверху. Давайте даже посмотрим. Удаляю камни здесь, добавляю камень наверху. Дальше черные блокируют, и если белые применяют это стандартное джосеки, чем оно выгодно за белых. Угол, конечно, маленький, стенка у черных хорошая, но камень наверху обесценивается. Без этого камни считают, что позиция черных чуть лучше. На пустой доске, локально. И для меня было здесь большим сюрпризом то, что со мной до 9 дан не стал играть в стандартную схему, а применил интересную новинку, причем проверял я по базам. Примеров я не встретил ни у профессионалов, ни у топ-любителей. Проверял по базе Бего более миллиона партий. То, что было сыграно, никто никогда до этого не применял. Покажу еще раз стандартную схему. Выглядит она вот так. Черные блокируют. Дальше, если наверху у черных нет камня, черные просто соединяются. И возникает такая позиция. Дальше белые защищают угол в А или Б. И из-за черных все выглядит очень неплохо. Камни слева хорошо сочетаются. Камни, отмеченные слева, хорошо сочетаются с черной стенкой наверху. На месте черных я был бы вполне доволен, получив такой результат. В партии. А, так, что еще можно посмотреть? Кроме Хане. Если белые порежут, покажу, почему обычно белые в таком ключе не играют. Белые, конечно, могут эти два камня съесть, но камни отравленные. Если их забрать, черные получают очень приятный сент на ходы снаружи. Семя и черным не выиграть, но территорию белых остается очень-очень мало. И даже целиком, группа пока еще не живая у белых. Даже под сиение трех камней, двух глаз здесь локально еще нет. А черные получили очень большой угол. В дальнейшем могут в сенте, ближе к Йоса, отгрызть вот эти два камня. Так что здесь, хоть и есть возможность убить черный камень, все-таки за белых рекомендуется играть Хане. Просто выходя на сторону. И дальше черные либо соединяются, эти варианты мы уже смотрели, либо играют удлинение. Обычно такой ход используется, когда у черных уже есть какой-то камень в районе точки А. И дальше черные еще раз удлиняются и еще раз удлиняются. Да, остались какие-то слабости в центре. Остался неприятный обмен АБ. Но в целом позиция довольно крепкая у черных. Думаю, что и сейчас можно было вполне за черных идти на этот Джасеки. С камнями слева смотрится очень неплохо. А в партии Атари. И, что сам по себе этот ход Атари, он редкий, но не новый. И дальше все партии, которые я видел, везде черные соединялись. И происходило вот что. Белая группа не умирает. Территорий у белых не очень много. А черные как-то пытаются на атаке набрать очки снаружи. То есть это такое редкое Джасеки. А в партии был сыгран такой ход. Но как-то все-таки не смотрится за черных. И белые здесь получили вот такое вкусное паннуки. На мой взгляд, результат все-таки в пользу белых. Локально. То есть такая новинка, но не совсем корректная за черных. Был здесь черный угол. Угол полностью уничтожен. Белая группа же выжила в Сента с хорошей формой. Территорий, конечно, мало. Но а что есть у черных? У черных точков не видать. Слева все еще остались вторжения. Тут теперь довольно тонко все. Так что я думаю, что это пример некорректной новинки. Я бы вам не рекомендовал повторять эту схему за санодой. Так, ну и дальше Артем сделал такой обмен. Думаю, что ни к чему. У белой группы и так была довольно крепкая. Я думаю, за белых имело смысл бросить группу в таком виде и играть как Ари в правом верхнем углу. Был обмен, потом как Ари. Из-за черных, конечно, очень мощный ход здесь получился. Ход именно в стиле саноды. Ход с упором на центр. То есть, если мы предположим, что белые сыграли как Ари сразу, черные прыгнули, и дальше белые сделали ненужный обмен АБ, укрепляющий черных. Вот, ну, да, сейчас думаю, что белых здесь все в полном порядке. Группа у белых по-прежнему живая. Защищать белые ее не обязаны. Белые имеют санта. Дальше выбрал Артем аккуратно, Джосеки наверху сыграл здесь Кейму. Можно белых понять. Белые хотят нейтрализовать отмеченное влияние. Потому что, если бы белые сыграли бы здесь стандартное, Джосеки, черные, естественно, не стали бы блокировать с этой стороны, а пошли бы на Нодара использовать свою плотность слева. Единственное, что я бы на месте белых через два раз распространился. Так что, потом был очень хороший санта-бонус. Белые А, черные должны защищаться. Очень было бы за черных неприятно. А в партии, видимо, белые думали, что дальше черные по шаблону разыграют здесь Джосеки, и белые успеют сыграть Ка-17. Было, кажется, за белых шикарно. Черные должны реагировать. И, конечно, за белых здесь здорово. Я думаю, что Артем просто не ожидал, что санта-бонус сыграет с другой стороны. Сначала был на Зоке, и потом очень важный здесь ход, так, чтобы предотвратить Ка-17. Это не Джосеки, но в определенном случае ход можно использовать. Это лучше, чем прилипание санта в данном случае. Тут, для того, чтобы создать черный переконцентрацию, белые применили такую форму. Можно было, наверное, даже и порезать. Вот, но нормально. Да, сейчас нормально. Хоть и пустой треугольник, но зато у черных переконцентрация наверху. И дальше позиция, в общем-то, завершена здесь. У белых санта можно сыграть, к примеру, какое-то распространение справа. Вот, но стиль игры Артема. Часто у него можно встретить медленные, но очень надежные ходы. Это как раз пример такого хода. Артем здесь сыграл и Кентоби. Я бы, наверное, играя за белых, не стал бы делать этот ход. Непонятно, сколько очков он белым приносит. Возможно, эта игра по нейтральному. Вот, но очень надежный ход сам по себе в стиле Артема. Дальше обмен и распространение. У белых четыре угла, но углы и верхний угол слева, и верхний угол справа довольно маленькие. Так что, на мой взгляд, сейчас позиция примерно равная. Ну, может быть, чуть-чуть за белых поприятнее. Все-таки четыре угла, коми шесть с половиной. Непонятно, где черным очки строить. Я бы играл за белых эту позицию. Дальше еще один супернадежный ход в стиле Артема. Хотя группа здесь не умирала. Даже в случае стынуки белые здесь компактно с несколькими очками в углу вполне могли бы выжить. Важный был ход справа. Укрепилась черная группа. Если бы белые сами успели здесь распространиться, на месте белых все-таки выбрал бы здесь ход, даже после такого обмена сейчас проблема у черных с группой. Осталось вот такое вторжение. Обычно оно не работает, но сейчас с поддержкой камня О14. Думаю, что у белых здесь должно вторжение пройти успешно. И если белые смогут вот так вынести у черных базу, то это было бы за белых очень приятно. На мой взгляд, ход справа был поважнее. Так что, ну, можно сказать, что Артем немножко расслабился, получив какой-то перевес по фусеке. Но после того, как белые сыграли два хода по нейтральным, два хода, которые не приносят мачки, я думаю, что здесь уже перевес белых не очевиден. Перевес белых растворился, и мы имеем примерно равную позицию после такого. Дальше у белых все крепко. Вторжение естественно работает, черные убить этот камень не могут. Меня удивило, как здесь черные ответили на это вторжение. Прежде всего мы рассматриваем прилипание сверху, во вторую очередь ход в точку B. Почему прилипание сверху не было сыграно? Белые играли бы в клинивание. Обе лесенки здесь в пользу белых. Даже покажу. Эта лесенка в пользу белых. Эта лесенка в пользу белых. Пришлось бы черным играть здесь. Белые бы внутри выжили. у черных осталась бы стенка, которая им абсолютно не нужна в этом районе. Так что почему Сануда не сыграл прилипание сверху понятно. Но может быть за черных стоило просто базу здесь удержать. Вот так. А я бы на месте черных вот так ответил. Мне кажется, что все-таки группа белых наверху это уже не объект для атаки после того, как белые добавили камень Е13. Ход же потратили, защитились, все, про атаку можно забыть. А Сануда попытался эту группу еще немножко проатаковать, но что черные получили в итоге? Красиво здесь Артем ответил и сэнда перехватил. Чего достигли черные? Отпилили один мелкий камень, там очков пять у черных приросло в этом месте. Белая группа успешно вышла в центр, сэнда белые сохранили. На мой взгляд за черных бесполезно здесь было играть. Действительно, что дальше за белых форма Касуми все-таки это здесь не является стандартным ответом. Обычно белые играют либо в А, либо прилипают в Б. Почему? Если сыграть Касуми, то даже обычное вторжение в Сан-Сан гарантирует черным очень неплохой результат. Давайте посмотрим, почему черные живут в углу в таком Джасеке. То мы видим, что у белых здесь возник лишний камень. Он белым абсолютно не нужен в этом районе. То, как в партии сыграл Санода, черные сыграли прилипание с Ко-борьбой. Тоже, конечно, стандартный способ игры, но вторжение в Сан-Сан был бы очень неплохим за черных. Черные пошли на Ко. Такая Ко-борьба, конечно, не хочется наносить. Называем мы эту форму выдавленную зубную пасту. Укрепляются белые. Думаю, что ни к чему. Так что, если играть в Ко-борьбу, то, может быть, сразу наносить Ко-борьбу в правом верхнем углу, как черные собирались в дальнейшем. Было здесь. Белые с удовольствием ответили. И у белых есть Ко-угроза в этом месте, которые до этого не работали. Приходится отвечать. Белые сыграли Ко-угрозу без потери очков, а черные что-то потеряли уже. И дальше такая интересная Ко-угроза. Что делать с белым? Белые, конечно, могут сыграть сюда, но тогда у черных остается выживание в углу. В принципе-то, похоже, выживание оставалось и в партии. Было бы так, так. Черные живут, у белых плотность, но непонятно, как эту плотность использоваться. Так что, в принципе, разрезание это было интересной Тесудзи за черных вместо стандартного соединения. План сам по себе неплохой, даже локальный, даже не в виде Ко-угрозы. И здесь черные легко могут в углу выжить, но все это завершается в ГОТА. Было бы так, так, и белые бы выиграли Ко-борьбу. За черных это неинтересно. Раз уж начали играть Ко, нужно продолжать. И Артем решил, что потеряли черные очки, играя разрезами Кю-18. И можно здесь просто камень добить. Думаю, что неплохой ход завяло. И потери здесь за черных явно видны. То есть, пару очков черные точно потеряли. Так. Но к угрозу у черных где? К угрозу нет. Приходится защищаться. Дальше, если за черных конечно хочется порезать снизу, но белые режут в ответ. Черным сложно спасти обе части. Поэтому получилось вот такое фуриковаре. Думаю, что результат здесь локально примерно равный. Но в целом думаю, что на этой кубарьбе черные потеряли очки. В правом верхнем углу потери к угрозу. Отмеченная отрицательная. А слева кажется, что черные взяли много территорий. На самом деле дальше ближе к Йосе белые в Сенте камень съедают. На этот ход тоже не заблокировать. То есть, территория здесь остается совсем чуть-чуть. Конечно, очень крепко у черных, но какая-то территория там изначально была в этом месте. я думаю, что здесь после такого позиция снова стала приятной за белых на мой взгляд. Может быть, за черных не стоило играть по борьбу. Может быть, стоило просто выжать в углу. Ну и не стоило за черных атаковать верхнюю группу, где черные просто потеряли ход, получив отмеченный камень. Так, дальше прилипание. Здесь меня, конечно, удивил выбор Артема. Есть у нас два стандартных джасеки. Можем играть. С этой стороны можем с этой. Обычно по умолчанию мы выбираем ход Б и удерживаем территорию в углу. Ход А используется, когда белые планируют построить большое Мойо снаружи. Есть ли сейчас какие-то предпосылки? Могут ли белые это большое Мойо соорудить? Я думаю, что задача нереальная на фоне того, что у белых есть слабенькая группа здесь и у черных есть плотность слева. Так что, если бы я играл эту партию, я бы здесь, не думая, удержал бы очки в углу. Сыграл бы такое джасеки. И теперь у белых четыре угла и потихонечку переходил бы в Йоса. Я думаю, что здесь белые бы выиграли эту партию. Теледорий это очень много у белых. А черным еще большой коми платить. А Артем здесь неожиданно для меня сыграл на влияние. Причем здесь есть два джасеки. Есть джасеки с соединением А, есть с соединением Б. Вариант, который выбрал Санода, он считается самым правильным, самым мощным за черных, если у черных есть выгодная лесенка. Давайте даже сравним. Если черные просто соединяются, у черных в углу остаются некоторые проблемы в дальнейшем. Белые могут здесь организовать коборьбу. в этой форме черные полностью живут, а у белых остаются в форме дефекта. Давайте здесь посмотрим, где же здесь лесенка, если белый камень забирают. Вот она. И имеем точки Миаи, лесенка А и ход Б, забирающий камни снизу. лесенка А сейчас в пользу черных. Так что белые не могут играть в таком ключе. Белые должны играть как в партии. Черные комфортно выжили, 100% живая группа, а у белых стенка с дефектом. Белые должны возвращаться, добавлять ход. И даже сейчас нельзя сказать, что форма у белых идеальной. Остались неприятные сент ходы снаружи. Так что так можно играть за белых только в особых случаях, если белые уверены, что они смогут использовать эту плотность. После такого думаю, что партия снова выровнялась, снова пропала у белых перевес. И дальше черные получив очки решили надежно защитить свою группу справа. Ход хороший. Кейма не совсем понятно зачем. не самый срочный. Я бы на месте белых что-то снизу пытался попостроить. Может быть играя где-то в районе точки А. На границе сферы влияния. Белое моё снизу увеличивается, черное моё слева уменьшается. Важная там точка остается. Было здесь, черные ответили, хотя не обязаны были отвечать. Тут стандартные ты судьи за черных. Когда лесенка не работает, черные жертвуют камень и строят мощную форму снаружи. Думаю, что за белых не стоило здесь резать. Играет разрезание, белые немножко увеличили территорию снизу, но у белых ослабла центральная группа, группа сверху. Думаю, что немножко жадно здесь было за белых. Может быть Артём такой ход не заметил. и группа в центре не особо комфортно себя чувствует после такого. Пришлось группу защитить. Группа всё ещё слабая у белых, а у чёрных уже ликвидировалось разрезание в точке А. Если дальше белые режут, чёрные могут вот так этот камень забрать. Белым не сбежать. Так и дальше. Кажется, что у белых групп это в центре слабая, и белые должны как-то о ней заботиться. Здесь Артём сделал очень непонятный для меня ход. Было сыграно хане. Зачем? Ход, конечно, грозит разрезанием, но эти три камня не сказать, особо нужны белым. Я думаю, что здесь из важных ходов защита группы либо какой-то ход по-прежнему на границе сверху влияния в этом районе. Напрашивался. было здесь. И дальше Санода попытался убить белую группу. Думаю, что здесь просто был просчёт со стороны чёрных. Может быть, её пока не трогать. Может быть, стоило сыграть где-то здесь, немножко выжидая. если белые будут укреплять группу. Думаю, что чёрным хватит очков в такой реакции. А если белые активно сюда залезут, то могут быть проблемы с группой сверху. А в партии Санода набросился на Артёма, попытался его убить. Конечно, сыгран здесь за белых. Возможно, что просто Санода не ожидал, что белые будут вот так активно сопротивляться. В итоге белая группа отрезалась, но белые получили крепкую форму здесь, чёрные отрезали группу по нейтральным, и я подозреваю, что просто Санода не заметил выживания в углу. Может быть, чёрные думали, что уже убили эту группу. Было так, и как убивать? Группа это живая. Дальше от Ари. Можно, конечно, попробовать в Ко-борьбу поиграть, но за чёрных очень рискованно, это раз, а во-вторых, нет Ко-гроз. Приходится соединяться. И дальше, если бы белые... С виду, конечно, есть точки Мяя. Ход А и ход Б. Кажется, что группа мертва. Если белые блокируют, чёрные играют сюда. Мы получаем форму стандартную, она называется английская буква Л заглавная. Без ножек группа мёртвая. Даже при ходе белых. Но нашёлся очень красивый ход. Нашёлся такой ход. Я подозреваю, что сонода мог его не заметить. то есть непонятно ради чего чёрные отдали центральные пануки. Группа это живёт. Но думаю, что даже сейчас у чёрных неплохая позиция, если бы чёрные грамотно отыграли Йоса в дальнейшем. Мало так. Приходится защищаться. Группа та слабла. У чёрных справа. Атария очень неприятная. Здесь все эти ходы можно было отложить на потом. Возможно, даже с точки зрения территории имело смысл вот так сыграть. У белых очков примерно столько же. А у чёрных чуть-чуть покрепче форма снаружи. Появляются какие-то дополнительные очки здесь. Может быть, в этом пункте. В парте они все пропали в дальнейшем. Явно здесь поторопился санода. Хотя тут уже очевидно, что группа доживая. После такого хода ничего с группой не сделать. Но в любом случае стоило это всё отложить для коборьбы. До коборьбы использовать ряды как когрозы. Белые выжили без проблем. В итоге что получилось? Чёрные отрезали группу по нейтральным. Белые в ответ взяли по нуке и успели сыграть очень важный Atari L8. Думаю, что здесь в этой борьбе ещё раз партия перевернулась. И теперь уже у белых небольшой перевес. Но по крайней мере перевес чёрных здесь уже пропал к этому моменту. Имеем сейчас довольно близкую позицию. Мне казалось, что чёрных было неплохо ещё ходов 10 назад. И дальше началось Йоса. Конечно, за белых хочется камень B6 съесть. Артём тянул здесь почему-то не сыграл этот ход. Можно было успеть. Чёрные в партии соединились. То есть там съедение было что-то в районе 10 очков сента гарантированных. Почему Артём их не сыграл? Для меня загадка. Так. Вот здесь интересный момент. Белые сыграли отари, а чёрные в ответ сыграли теннуки и распространились снизу. Я думаю, что это был проигрывающий ход за чёрных. Мне кажется, что важнее здесь ответить в центре. Я бы на месте чёрных дал бы отари. Или как правильно? Пробить правильнее? Не отари. Думаю, что стоило отреагировать в этом месте. Допустим, чёрные пробили бы. Пробить. И центральная группа у чёрных покрепче, потому что у чёрных остаётся в запасе ход L14. Осковый стоил ход снизу. Чёрные распространились, но после такого обмена может быть не стоило последний ход доигрывать. В таком виде оставить. Но выглядит странно за чёрных. Снизу тачков нет. Остаётся прыжок L2. То есть чёрные фактически себе ничего пока не получили. Немножко подсократили угол белых, но угол левый нижний полностью живой. Защищаться там внутри белые не обязаны. И получив сенто белое съели эти вкусные два камня. Конечно ход очень большой. Неприятно здесь получилось за чёрных. И после этого есть хорошее продолжение наверху Atari и потом K17. То есть там хорошо уменьшается чёрная территория. Думаю что здесь уже чёрным не отыграться после такого. В итоге получилась очень близкая партия, но завершилась с итогом пол очка в пользу белых. Интересная сегодня была игра. Такое чувство, что играли соперники примерно равной силы игры. Артём выиграл вполне по делу. Нельзя сказать, что ему в чём-то здесь повезло. То есть были ошибки с обеих сторон. И дальше в марте будет продолжение этого японского турнира Sunkei. Артём вызвал главную стадию, в которой будут играть японские профессионалы. И был ещё специальный отборочный турнир для любителей. И ещё будет несколько любителей самых сильных. Интересный формат. В прошлом году был подобный турнир в Японии. В финальную стадию тогда прошёл N.D.L.U. американский профессионал первого данного. Тоже смог обыграть подряд трёх неслабых японских профессионалов. Так, наверное, всё. На этом спасибо и до встречи. Будем в дальнейшем продолжать выкладывать видео на русском языке с обзорами партии профессионалов на канале Бадук-1. До свидания.